Побед, три поражения, восемь побед одержаны досрочно. Он представляет клубы Сейч Про и Отечество из великих луг в Атом Руслан Шампивов. Рефери поединка Максим Протасов. Итак, начинается первый поединок основного карда турнира OpenFC19. Предыдущий бой, конечно, концовка подарила нам бурю эмоций. Руслан Шамилов в красном углу, Евгений Микинкин в синем. Конечно, на 10 лет младше Шамилов, намного, намного лучше у него профессиональный рекорд. Видимо, Микинкин искал вход в борьбу, опасается, опасается он ударов Шамилова. Шамилов поменял стойку. Контролирует центр клетки. О, хорошее колено в исполнении Шамилова. И сразу же Микинкин пошел в проход ноги. Пытается, пытается сейчас перевести оппонента от клетки. Шамилов вставляет правую ручку. Это позволяет ему остаться на ногах. Микинкин, конечно, очень опытный спортсмен. Его профессиональный рекорд говорит нам именно об этом. 31 бой. Дрался в известных российских лигах. М1, ProFC, TechCrep. С очень серьезными оппонентами. Шамилов готовился к этому поединку в клубе СечПро. Там одним из его главных спарринг-партнеров был Владимир Селиверстов, которого мы увидим позднее сегодня вечером. Руслан Микинкин ищет Кимуру, болевой на руку. Видим покраснение на спине Руслана от сетки. Очень неприятно иногда бороться около нее. Стягивает в партер Руслан Шамилов и Евгения Микинкина. Евгений продолжает искать болевой прием на руку. Заправил одну ногу Руслан. Для Руслана очень большой плюс, что этот эпизод проходит прямо-прямо в его углу. И очень хорошо слышны команды его секундантов. Призывают они его не искать болевой прием или удушающий, а подобивать и контролировать. Руслан Шамилов и Евгений Микинкин Корректор Руслан Шамилов и Евгений Микинкин Корректор Руслан Шамилов. Пытался Евгений опереться на свою правую руку. Возможно, для того, чтобы встать, но видим мы, что Руслан сейчас контролирует ее. Руслан Шамилов и Евгений Микин Корректор Руслан Шамилов. Хороший левый боковой в голову в исполнении Шамилова. Крайние свои два поединка Руслан провел в лиге RCC на турнирах RCC Intra 16. Он уступил Умару Янковскому, раздельным решением судья на турнире RCC Intra 20. Удушающим приемом он победил Евгения Тоборовского в третьем раунде. Для обоих спортсменов это дебют в лиге OFC. Так же, как и Евгений Микинкин, Руслан Шамилов очень много поединков провел в лиге М1. И впоследствии еще три турнира в лиге MMA серия. Концовка первого раунда. Очень жесткое добивание в исполнении Шамилова. Успеет ли он закончить поединок до конца раунда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большую часть раундов он провел под Русланом Шамиловым. Руслан контролировал ход боя. Я думаю, Руслана, конечно, существенное преимущество в ударной технике и силе ударов меняет он стойку на левшу. Хороший правый с боку, левый снизу. Да, и сразу же в борьбу попытался зайти Евгений. Очень неподготовленный, конечно, был попытка перевода. Шамилов успешно сконтратаковал ее. И опять находится в позиции сверху. Нужно потихонечку бить. Короткий локоть, короткий локоть здесь. Да, 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 еще. Позицию займи лучше. Чендер-групп должен саманул. Руку берите назад. Держи шею. Наз тяжелый. Пройди, пройди логой до конца. Улучшает позицию Руслан Шамилов. Микинкин, да, отпустил ногу. Позиция бокового контроля. Попытка выйти на распятие от Шамилова. Микинкин отдает спину. Отключает правую руку своего оппонента Шамилов. Плохая-плохая позиция для Микинкина. Возможно, Кимуру сейчас. Болевой на руку. Вытаскивайся, руку забирай. Я на правую ногу. Побей там, если есть возможность. По правую ногу. Микинкин активно сопротивляется. Сейчас он находит сверху, но все еще в плохой позиции. Да, Шамилов выкручивает руку. Но отпускает. После того, как сменил позицию. Середина раунда. Слышим мы призывы угла Руслана Шамилова о том, что им надо активизироваться. И больше ударов партии, наносить и улучшать позиции. Достаточно пассивно сейчас он работает. Сейчас, возможно, обойдет он гард Евгения Микинкина. Заблокирована сейчас левая рука у Евгения. Да, не самый насыщенный раунд в исполнении обоих спортсменов. Вот сейчас несколько хороших локтей в исполнении Руслана Шамилова мы увидели. Хорошее давление плечом было от Руслана. Так, очень прагматично он действует, чтобы ни в коем случае не потерять позицию. Взрывается. Сейчас наносит несколько хороших ударов. Но, несмотря на всю тяжесть этих попаданий, видно было, что Микинкин был в сознании и готов был сопротивляться. Вновь отключена левая рука у Евгения. 10 секунд до конца второго раунда. Руслана Шамилова Руслана Шамилова Заключительный раунд. У Евгения Микинкина, видно, появились некоторые травмы на лице. Такими размашистыми ударами он идет вперед. Даже попал одним из них. Ух ты, попытка такого правого оверхэнда от Микинкина очень активно он начал раунд. Шамилов работает в левше вновь. Сейчас хорошо поймал оппонента левым боковым. О, хорошее колено в корпус. Явно почувствовал Микинкин это попадание. Отдает голову вниз Евгений. Вновь Шамилов в позиции сверху. Нет пока что ударов в его исполнении. Микинкин пытается засунуть свои ноги обратно под соперника. Да, немного активных действий от обоих бойцов. Отдает спину Евгений. Руслан в первую очередь контролирует своего соперника. Не рискует. Стягивает его вниз обратно в партер. Слышим мы призывы его угла добавить удары. Еще одно стягивание в партер. Ну и Евгений как будто бы смирился со своей судьбой в этом поединке. Как будто бы не предпринимает никаких активных действий для улучшения своей позиции. Для поиска болевых удушающих приемов. Ну и Шамилов тоже как будто на автопилоте дорабатывает поединок. Очень прагматично, потихонечку разбивая своего соперника. Контролируя. Тотальный такой контроль. Вновь сверху в позиции халфгарда Шамилов. Продолжение следует... Несколько хороших ударов сейчас довел Шамилов. Микинкин поднялся в стойку. 10 секунд до конца поединка. Не самый зрелищный поединок. Конечно оказался в концовке пытаются доработать. Микинкин откровенно пошел рубиться. Но может быть слишком поздно уже. Бега! Микинкин. 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 Великие луки. И аплодисменты его сопернику Евгению Микинкину. Спасибо.